Ну что ж, сейчас у нас на связи эксперт. Мы обсудим это перемирие с Владимиром Михайловичем Джабаровым. Это первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вы считаете, удастся ли достигнуть этого перемирия, о котором сегодня нам заявил президент России? Ну, я выражаю большую надежду, что все-таки удастся пройти по этому пути, по пути перемирия. И слишком много об этом говорит в пользу этого. Есть, по сути, договоренность со всеми группировками, которые противостоят друг другу Сирии. Мы знаем, что перемирие не будет касаться исламского государства, других террористических группировок. Значит, речь идет о сирийских войсках и войсках оппозиции, которые противостоят друг другу. Главное, что самое ценное из всего этого, что то, что Турция отказалась официально от начала надземной операции без санкций Совета Безопасности. То есть вот эта угроза, которая существовала, распространение конфликта и расширение конфликта, она как бы отошла сейчас на второй план. Поэтому будем надеяться, что перемирие, если оно будет подпитано 26-го и 27-го субъективу, то начнутся процессы, и, наверное, потом сдвинутся и женевские переговоры по Сирии, и все страны, которые так или иначе участвуют в этом конфликте, начнут находить общие друг с другом. Главное, чтобы в Сирии как можно быстрее восстановился мир. Владимир Михайлович, ну вот хотел, кстати, по поводу Турции у вас уточнить. Как вы думаете, это по совету из Вашингтона они теперь говорят о том, что не собираются никуда водить войска? И как вы думаете, ну вот Турция в последнее время много что говорила. Будут все-таки они действительно это делать? Или, может быть, все-таки у них какой-то еще? Я надеюсь, что, конечно, Турция все-таки, на Турцию было оказано давление из главного союзника. Они, во-первых, во-вторых, они поняли, что надо не будет слепость поддерживать в любых шагах, в том числе конфроникационных. И, видимо, они не ожидали, что европейские страны, Соединенные Штаты выступят окрестко против попыток Турции решить проблему военным путем. И это очень хороший знак, потому что вот то, что Турция резко поменяла свою позицию и отказалась от военного варианта решения проблемы, это говорит о многом. В том числе, как позитивный шаг, я расцениваю то, что сирийским войскам удалось остановить контроль над трассой, через которую шли подставки вооружений и частям, которые ловят Сирии. И эта ситуация, как бы нам подсказывает, что мы имеем возможность, имеем шанс все-таки двигаться к миру. Наконец, ситуация чуть-чуть может воздохнуть спокойнее, ситуация чуть-чуть будет менее напряженной, чем она была в последние недели. Ну вот, кстати, Турция заявляла о том, что они, по сути, ну, я думаю, что не совру, именно претендуют на Алеппо, на эту территорию. Как вы думаете, после наступления этого перемирия и после того, как все-таки Турцию, ну, наверное, вынуждают все-таки не вводить войска, перекрыли подставки для террористов, а здесь, вот именно на этом фронте, какое будет развитие событий? Вы знаете, наш президент сказал, что Турция должна остаться единым государством, что вопрос ее суверенитета даже не рассматривается. Поэтому любые изменения территориальной территории Турции, мы их просто не примем. Этого не должно быть. Сирия должна остаться в тех границах, которые существовали до начала конфликта. Поэтому любые претензии Турции на территорию Алеппо, я думаю, что они даже рассматриваются. Эти усилия поддержаны так же и не будут никем. Сирия должна остаться абсолютно единым государством, как оно было. Да, какие-то будут, наверное, вопросы решаться, вопросы выборов, пересмотра, расклад политических сил будет меняться. Но, тем не менее, это должно быть государством единым. Никакого расклада Сирии быть не должно, это исключено. Ну что ж, я благодарю вас. Я надеюсь, что действительно перемирие наступит. Спасибо. Владимир Михайлович Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, комментировал перемирие в Сирии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!